Добро пожаловать на канал Project S. В этом видео мы расскажем, как править свою BSP-карту без очередной компиляции. Или же как править чужую BSP без декомпиляции. Предупреждение. Метод, используемый в ролике, не позволяет влиять на освещение и брашлок. Итак, перед нами лежит готовая BSP-карта. Чтобы начать её правку, откроем программу White. О ней мы уже рассказывали в прошлых уроках. Выбираем инструмент Lamp Editor. Открываем BSP и видим список почти всех энтити внутри карты. Первое, что мы можем изменить, это Skybox. Буквально два клика и готово. Очень быстро и очень просто. ВBSP и полотно спрайтов не советую трогать. Так как только во время компиляции карты VBSP указывает положение, размер и плотность растительности на карте. Переходим к следующим энтитям. Первым на очереди стоит InfoPlayer Start. Кстати, в списке энтитей всегда стоит выше тот объект, который был поставлен ранее остальных. У InfoPlayer Start мы можем изменить такие параметры, как направление взгляда и координаты на точке. Координаты можно узнать, зайдя в Hammer и загрузив карту. В режиме 3D окна по нажатию клавиши О включается индикатор координат. Если вдруг у вас нет доступа к VMF проекту карты, то консольная команда GetPos отобразит местоположение игрока в игре. Что ж, вводим новые координаты и после загрузки карты мы уже в другом месте. Едем дальше. В принципе, мы можем менять любые переменные у всех доступных энтити. К примеру, можно взять Брина, NPC Брин, и подменить 3D модель. Тяп-ляп и готово. Роль Брина исполняет Илай. Яблочко. Яблочко. Но не у всех NPC можно подменять модели. Например, нельзя заменить повстанца на комбайна. Это уже связано с самим кодом игры. В лучшем случае вы получите забагованных NPC. Но вот еще одна интересная штукенция. Вы можете использовать на своей карте разные 3D модели для одного типа NPC. Допустим, мы скачали кастомную модель Аликс. Просто меняем название модели и на выходе получаем двух Аликс. Аликс здорового человека и вот это. Кроме замены моделей, можно менять и оружие в руках NPC. Не на каждое, разумеется. Но как вам Аликс с RPG? А вот так будет выглядеть она с арбалетом в... Не в руках. Если вы не можете понять, что за переменные написаны у Entity, откройте Hammer и просто выключите у интересующей вас Entity смарт-режим отображения. Либо шагаем на WealthWiki и в описании можно найти те же обозначения. Например, у флажков просто используется нумерация. Как редактировать Entity, надеюсь, вы уже освоили. Дальше мы можем удалить Entity из карты. Можно скопировать ее. И также можно с нуля создать любую точечную Entity. Например, Logic Auto. Главное знать все переменные и понимать принцип их работы. Попробуйте сначала в Hammer разместить логическую Entity с каким-нибудь Output скриптом, а затем изучить ее в White. А уже после попытайтесь воссоздать тот же Logic Auto уже с другим Output. Допустим, создадим на карте EnvSpark и заставим его работать без всяких Hammer. Примерно таким же способом работают и серверные плагины, добавляющие снеговиков на карты, различные рекламные бигборды и тому подобное. Надеюсь, этот урок расширил ваши познания и возможности. А мы вынуждены попрощаться до следующего видео. Удачи, томодачи!